Здравствуйте! В эфире программа «Диалог» и я, ее ведущий, Михаил Эхазин. Не так давно мы, наконец, вступили в ВТО. Сразу же вспоминается старый анекдот про Рабиновича. Рабинович, вы вступили в партию, Рабинович, с опаской, глядя на подошву своих ботинок, где? Мы не будем обсуждать ВТО, поскольку уже больше невозможно. А обсуждать мы будем российскую промышленность. Нужна ли нам вообще промышленность? А если нужна, то что мы с ней будем делать? Точнее сказать, что мы будем делать для того, чтобы она у нас снова появилась? И наш гость, депутат Государственной Думы Евгений Федоров, который много лет был председателем Комитета по экономической политике этой самой Думы, так что ему и карты в руки. Так что будем делать с промышленностью? Существует у нас промышленность-то сегодня? Промышленность у нас меньше, чем это было лет 20 назад. Это понятно. Я даже сказал, сильно меньше. 200 раз, если говорить о общих параметрах. Но, тем не менее, конечно, она существует. И вступление в ВТО – это отнюдь не какие-то ограничения для промышленности. Наоборот, это возрастание, с одной стороны, конкуренции, с другой стороны, возможность более серьезно поддерживать свою промышленность. Если уж говорить о вступлении в ВТО, я хотел бы сказать, что когда 96% экономики мира в ВТО находится, то в такой организации надо находиться, иначе ты будешь просто в изоляции. Другое дело, что условия вступления должны быть, конечно, наиболее хорошие и благоприятные. На мой взгляд, вот за эти 18 лет мы выбили самые, возможно, благоприятные условия. Учитывая, что все козыря на руках партнера, учитывая, что больше 50% российских товаров является импортом, ВТО – это обмен рынками. То есть одни страны с другими меняются возможностью доступа на рынок. То есть переговоры по ВТО напоминали переговоры, когда кто-то продает товар, а переговорщик этот товар из-за спины вывозит, 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 товара уже не осталось, хоть какие-то деньги надо получить. Вот завершение процесса вступления в ВТО – это получение хоть каких-то преимуществ от партнерства с другими странами в области экономики. И, на мой взгляд, эти преимущества достаточно большие. Бог с ним, с ВТО. С промышленностью что будем делать? Ну вот, смотрите, логика. Вот у нас в 2000-е годы бывший наш министр экономического развития и торговли Греф все ратовал за иностранные инвестиции. Впрочем, он тут следовал своему учителю Гайдару. То типа придут иностранные инвестиции. И действительно иностранные инвестиции шли, например, в сборочное автомобильное производство. Так называемый «Калужский кластер», например. Еще что-то, по-моему, в Ленинградской области. Еще в добывающей отрасли шли. Давайте сейчас разберемся конкретный совершенно пример. Вот просто такой жизненный. А вот понастроили в Калужской области сборочных предприятий. Теоретически, там были соглашения об увеличении уровня локализации. Довольно быстро выяснилось, что искать производителей российских не получается, потому что качество не то. И в результате западные производители, чтобы исполнить свои обязательства, начали здесь создавать и заодно производство всей этой самой локализации. Всех компонентов. Все замечательно. Мы вступили в ВТО. Таможенные пошлины снижаются. Это значит, что выгоднее ввозить сюда готовые автомобили. Не получится ли так, что у нас, соответственно, все эти предприятия сейчас закроются, в силу того, что они стали экономически нерентабельны? Нет, нет, не так. Значит, у нас есть переходные положения ВТО, в соответствии с которыми снижение защитных барьеров состояется поэтапно. Самый большой срок, между прочим, 15 лет. Для автомобильной промышленности это также поэтапное снижение. И самое главное, на что мы должны сосредоточить сегодня, это поддержку российских производителей, то есть российской промышленности. Вот когда государство окажет эту поддержку, тогда она будет конкурентной. А у нас есть российские производители? У меня вопрос. Существуют ли в России крупные предприятия российского... Давайте так. А если у нас... Но если формально говорить, у нас вообще нет ничего российского в частном секторе, крупного. В принципе. Потому что у нас весь крупный российский бизнес, он иностранный. Неважно, какие фамилии с российскими паспортами его возглавляют. Формально. Юрисдикция иностранная. И в этом плане вы ничем не отличите юридически, допустим, Volkswagen, который инвестирует в Россию, от других компаний, которые носят чисто российские, я не буду просто их называть, чисто российские, это как бы бренды и названия. Ничем не отличите. Потому что и те, и другие имеют абсолютную иностранную юрисдикцию по собственности. Volkswagen в этом плане, он хотя бы честно об этом заявляет, ничего не хитрит. И в этом плане механизмы поддержки сегодня, они распространяются формально на всех. И почему мы изучаем вопрос о том, что все-таки поддерживают российские компании с российскими собственниками. Ключ российский собственник. Что касается автопромов, если вот в этом посмотреть, так у нас они все как бы российские, потому что производство в России, но иностранный собственник. Но российские все. Что, Volkswagen не российский? Мне вопрос. Пока имеются какие-то таможенные пошлины, мы можем говорить, что мы защищаем внутренние рынки. Но вместе с тем, есть производства, которые на внутренних рынках не живут. Например, авиастроение. Мы его потеряли. Вопрос. Мы можем в условиях ВТО и вообще в принципе восстановить авиастроение сегодня в нашей стране? Во-первых, можем ли мы восстановить авиастроение в нашей стране? Я вам скажу свое мнение. Восстановить его можно, только если мы изменим тип экономики. А при вступлении в ВТО были условия, которые ограничивают возможности по изменению типа экономики. Например, когда мы принимали четвертую часть ИГК, мы почему-то отказались от информации как вида интеллектуальной собственности, один из пятнадцати видов, четырнадцати. И, соответственно, мы не можем выстроить рыночную работу науки прикладной. Соответственно, мы не можем выстроить производство технологий и их продажу на рынке технологий. У нас его нет. И, следовательно, мы не можем выстроить отечественную, постиндустриальный тип промышленности. Я просто такую формальную цепочку провел. То есть нам надо тип менять. А чтобы поменять тип, это уже вопрос политический. Если мы поменяем тип экономики, то Россия получит второе дыхание, потому что самые лучшие ученые в России. К сожалению, они все уезжают, потому что у них нет в России рабочих мест из-за типа экономики. Они не умерли уже все? Нет, они постоянно производятся, потому что это у нас молодежь креативная, вузы готовят. И просто люди... У нас как-то с рождения очень много креативных людей, активных, изобретательных. Но, к сожалению, поскольку для них нет рабочих мест, они уезжают за рубеж. И это системный вопрос. Я напоминаю, что в Соединенных Штатах, например, гастробайтеров в сфере науки 80%. В том числе из России наиболее активная часть вот этих гастробайтеров. То есть разрушение мирового разделения труда, в котором Россия производит ученых, но не производит их продукцию, это означает резкое сокращение возможностей для американской науки. Это прямая конкурентная борьба. А что мы можем сделать для того, чтобы создать рабочие места для наших ученых? Сделать стандартную вещь. Изменить тип экономики и сформировать новый инструмент, новый институт под названием национальный частный бизнес в сфере науки. Его нет. Кто это должен делать? Вообще это должны делать бизнесмены. Вот первая попытка – это Виксельберг, который должен, научившись продавать нефть, научиться продавать технологии. Но это... Виксельберг разве российский резидент? Нет, подождите. Вот вы опять трогаете самую главную больную точку. В России нет российских резидентов вообще, из крупного бизнеса. Это первое правило. Но это правило политическое с 91-го года. Их нет с 91-го года. С момента поражения Советского Союза в 40-летней войне с Соединенными Штатами Америки. Все, это запрещено. Второе. У нас в России нету национальных длинных денег. То есть нету системы, при которой Россия производит инвестиции. Так, давайте разбираться. Значит, у нас нет... Что нам мешает? Вот теоретически, например, взять какую-нибудь известное тоталитарное государство Саудовской Аравии. Она член ВТО. Да. Замечательно. Значит, там у них и вообще во многих других странах любая компания, которая в любой бизнес может быть только в национальной компании. Что нам мешает принять закон, ну, для примера, для простоты? Что любое предприятие, у которого... Любое юридическое лицо, у которого на балансе имеется земля, помещение, еще любая недвижимость, включая лицензию на недр, обязаны быть в российской юрисдикции. Я, сколько я понимаю, даже ВТО этому не мешает. ВТО этому не мешает. Но мы с вами должны четко тогда сказать, что 100% крупного и среднего российского бизнеса им придется поменять свою... Ну, и в чем проблема? Создают дочку здесь. А это чисто политический вопрос. Потому что такой объем собственников, это и есть собственная элита страны. То есть все богатые люди, как раз вот о них и разговорят. Проблема только одна, что если сегодня, как мы знаем в истории, например, Домодедова, мы даже не знаем, к кому обращаться, если что. Правильно, да. То здесь есть директор, которого можно в крайнем случае посадить. Я понимаю. Директор это вот, знаете, в офшорах тоже местные директора, которые, на самом деле, там собственник мы не знаем. Домодедово правильный пример, а я вам скажу, в прошлом году попытались навести такой же порядок по госзакупкам, то есть разрешить госкомпаниям осуществлять закупки только у российских резидентов. Эта идея провалилась, хотя по ней было распоряжение правительства. Домодедово правильно. Сейчас подойду. Или 2008 год, я помню, работала как комиссия по помощи крупному бизнесу, 100% осенью, когда кризис был. Да, да, в 2008 году. 100% крупного бизнеса, который обращался в эту комиссию, это сотни предприятий, были все иностранные резиденты, хотя у них формально начальники были и руководители, хотя мы и не знаем, на самом деле их статус формальный, управляющий имуществом иностранной компании в России. Мало того, с них со всех взяли обещание, что они не перейдут в российскую юрисдикцию. Все обманули. На тот период единственной компании не была, это Метчелл. И то потом она ушла в иностранную резиденцию. Это очень интересный фактор. То есть это системный вопрос. И вы спрашиваете, почему? Я отвечаю. Потому что к этому примыкает политическая система. Потому что политическая система поддерживается и финансирована с элитами. Если все элиты не национальны, то как же будет, вы понимаете, политическая система будет искажена. Она никогда не поддержит системно такой вопрос. У нее для этого нет ни возможности, ни сил, но и устроили ее под другие цели. За 20 лет политическую систему строили под внешнюю систему управления. Как она это поменяет? Почему у нас Путин заявил, что он национальный лидер? Потому что он хочет поменять систему. И он пытался это сделать. И многократно. Вот те решения, о которых мы с вами говорили, это были как раз решения Путина. Но система их не поддерживала. А у нас пока не диктатура, чтобы ударить кулаком по столу и все так сделали. Поэтому то, что вы задали, это вопрос политический. Либо там, за рубежом разрушится система в результате кризиса, и тогда у нас появится возможность. Либо у нас произойдет принципиальное изменение системы работы. А это, по сути, национально-освободительное движение. Вот выбирайте. Леворюция. Ну, формы разные могут быть. Стояние на руке и угре, например, было бескромное, но получило результат освобождения от игры. Оно было бескровным, потому что до этого было довольно много. 200 лет. Да, 200 лет трудились. Потом еще, кстати, довольно долго были разные сложные. Еще лет 200. После этого еще разные сложные процессы происходят. А как хотите? Если страна проиграла войну, то платить будут много поколений. Для этого наши предки и не хотели проиграть войны. И клали миллионы жизни за свободу своей Родины. А тут в 1991 году решили проиграть. Платите. А как? Все это выбор людей 1991 года. Тогда еще один вопрос. Значит, если говорить о восстановлении промышленности, возвращаясь уже к уже упомянутой теме, не может существовать промышленность, которая получает кредит по ставке существенно выше, чем конкуренты. Значит, российская промышленность сегодня может получить рублевый кредит по каким-то неимоверно высоким ставкам. Вопрос. Это что? Это есть результат вредительства? Это результат вражеской политической воли? Или это просто результат разгильдяйства некоторого? Это результат правил, которые существуют в экономике. А правила установил, опять же, в 1991 году, когда формировался тип российской экономики, его институты. Напоминаю, что это иностранные советники это все делали. И они создали такой тип. Такие правила создали. Создали Центральный банк, сформировали все законы. Они же были все написаны на гранты в 90-е годы. Все законы, крупные, системные. Ну, вообще все. Это сейчас системные, а тогда вообще все. Сформировали систему работы Центрального банка, когда вот мы недавно посчитали, например, только одна запрет России имитировать национальную валюту в интересах России. Один только это запрет вымывает из Российской Федерации. Вот формально где-то 24 миллиарда рублей. Формально. Причем они напрямую через ФРС поступают в американский бюджет. В бюджет поступают, а не просто в экономике. А фактически, с учетом инфляционных коэффициентов, порядка 110 триллионов рублей. 24 триллиона и 110 триллионов рублей. Напоминаю, что это 10 российских бюджетов. Так вот. Одна такая ремарка. Плюс отсутствие национальных длинных денег, как системный вопрос. Это все политика. Нет системных денег. Если у нас Центральный банк дает ставку, и даже сегодня 8%, а было и 36, напоминаю, 10 лет назад, то в Европе можно по 3. Плюс посредники, естественно, любое предприятие возьмет в Европе. И если оно возьмет в Европе, а не возьмет в Россию, российское будет разориться. А которое возьмет в России, оно разорится. Потому что такие ставки разные условия конкуренции. Это прямая технология. Поэтому у нас из Центрального банка и не поступают деньги в экономику, как длинные кредиты. Это системный вопрос. Хорошо. Тогда еще один вопрос. Значит, у нас есть бы теоретически вроде бы наша банковская система, она-то как раз абсолютно национальная. Потому что все банки, в том числе даже дочки иностранных, получают лицензию Российского Центрального банка. Формально, да. Мы очень гордимся тем, что у нас очень маленький госдолг. Но зато у нас происходит рефинансирование банковской системы. Не Центральным банком Рублевая, а на Западе через иностранные. В результате сегодня наша банковская система должна около 500 миллиардов долларов, евро. Не важно. То есть, фактически весь тот долг, который был государственный в конце 2000-х, он перешел в корпоративный банковский долг. Что нам делать в этой ситуации? Нам создавать новую банковскую систему. Потому что банки, которые сидят на крючке конкурентов, не могут финансировать и кредитовать российскую промышленность. Или нам нужно каким-то образом эти банки снимать с долгового крючка? Только вот давайте четко скажем позицию и правду. Они критикуют иностранные компании. То есть, это иностранные банки кредитуют иностранную компанию. Иностранные банки договариваются с иностранными же компаниями, которые формально расположены в России. Ну, то есть, собственники, ну, даже не собственники, управляющие-то в России, но принадлежность там. А в взаимной системе работы экономической. И все, и критикуют друг друга. То есть, это должны не российские компании. Это должны иностранные компании, работающие в России иностранным банкам. Это условия этих иностранных банков. Иначе кредит не дадут. Именно поэтому 100% российского крупного бизнеса является бизнесом иностранным. Вот мы частного. Вот об этом мы должны сказать. Поэтому это там их внешние между собой разборки и разговоры. С точки зрения российской системы надо менять всю систему. Надо вводить национальный рубль, как это было в Советском Союзе, или как в том же Китае, например. Китайский ООН – государственная валюта. А российский рубль – не государственная валюта. Это валюта, выпускаемая спецучреждением Центральным Банком. Это отдельный разговор. Надо вводить, соответственно, производную от этого национальную систему кредитования, то есть ее все разворачивать, национальную систему рейтингов. Вот вообще добавьте ко всем нашим экономическим институтам слово «национальный», и вам поменятся все. Мы посчитали. Надо поменять практически все законы. Потому что это системные вещи. Вот с 1991 года здание строили по принципу филиал иностранной экономики. Все здание России. Надо полностью перестроить все здание, включая фундамент. Это фундамент Конституции. Это вопрос, как это решить. Насколько это сложно решить, мы с вами уже обсудили. Это тяжелый политический процесс, за который бомбят, если по ним уйдет страна. Кто должен это начинать? Я скажу так. Всегда этого начинают кто-то из национальных элит, которых не устраивают другие национальные элиты. На сегодняшний день это национальный лидер, поскольку он об этом заявил. То есть лидер, по сути, национально-освободительного движения, потому что это суть этого процесса. А начинать надо с чего? С информационного, конечно, пространства. С правды. То есть надо, чтобы люди убрали вот эту 20-летнюю пропагандистскую шелуху, которая в голова забита, забила, и пришли к обычной истине. Конкуренцию никто не отменял. Мы проиграли в 1991 году. Нужен реванш. И дальше постепенно разворачивать систему национального бизнеса, систему национальных элит, систему национальных средств массовой информации. И вообще этот список, у него тысячи позиций. Это тяжелый процесс. Но кроме того, неплохо бы, чтобы повезло, чтобы американцы ослабли в рамках мирового экономического кризиса. Ну, это практически автоматически. Может, и повезет. Значит, это русское чудо будет. Нет, это не будет русское чудо. Потому что чудо – это когда все происходит само. Это в некотором смысле мечта многих наших политиков, чтобы оно все произошло само. У нас же работу никто не любит, особенно в политической сфере. Но вот у меня вопрос такой. Ну, скажем, вот Госдума. Она может, в принципе, начать рассматривать, например, закон о том, что любая недвижимость должна принадлежать обязательно российскому юридическому лицу. Это же вполне себе тема. Почему нельзя? Давайте начнем рассмотрение этого закона. Согласен. Начнем его рассмотрение. И я думаю, что обязательно в России сложатся условия, когда он будет принят. Обязательно. Я не уверен, что это произойдет завтра. Нет, я не говорю сейчас про это. Кто его должен выдвигать? На самом деле, прежде чем выдвигать закон, нужно его обсудить вначале. Вот кто его будет обсуждать? Давайте начнем с нашей передачи. В Госдуме это можно, чтобы была хотя бы группа депутатов, которая бы сказала, нам это надо. Давайте так, сформируем группу экспертов в Госдуме, которая будет готовить этот закон и начать публично обсуждать. Ну, начнем с круглых столов, слушаем. Договорились. Хорошо. Ну, собственно, на самом деле, тема передачи подходит постепенно к концу. Тут уже даже не очень понятно, что еще обсуждать. Хотя, на самом деле, один маленький вопрос у меня еще есть. Ведь, на самом деле, для того, чтобы это все начинать, нужно то, что называется национальная элита. Большая часть наших чиновников, детей своих, например, учат в Лондоне или в Нью-Йорке, или еще где-нибудь. Вот ваши дети где учатся? Мои дети учатся в России. И вы абсолютно правильно поставили вопрос, но мы частично на него ответили. Про порождение экономической, отсутствие экономического суверенитета стало отсутствие политического суверенитета. Следовательно, государственный аппарат частично обслуживает нероссийские интересы. А как производная этого чиновники учатся за рубежом. Мы, кстати, внесли закон, который сейчас будет рассматриваться о том, что запретить чиновникам иметь имущество за рубежом. Замечательно. Значит, на этом наша передача заканчивается. У нас в гостях был депутат Госдумы России Евгений Федоров. Благодарю за внимание. До свидания. Спасибо.